США в последнее время пытаются играть все более активную роль в регионе Южного Кавказа, в частности в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Госдеп в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон продолжает участвовать как в трехстороннем, так и в многостороннем форматах для достижения устойчивого мира. Такое внимание Соединенных Штатов к ситуации в регионе весьма понятно. Южный Кавказ для Вашингтона имеет важное стратегическое значение, подчеркивают эксперты. Минская группа ОБСЕ, призванная урегулировать ситуацию между Азербайджаном и Арменией, как показало время себя, не оправдала. Азербайджан решил вопрос своими силами. Однако США, как один из посредников данной миссии, в связи с неактуальностью деятельности данной инициативы, не намерен отказываться от своих интересов в регионе Южного Кавказа. В частности, Соединенные Штаты намерены активно выступать в качестве посредника в переговорном процессе покоя Еревана. Вашингтон неоднократно заявлял о приверженности поддержки прочного мира в регионе. Теперь стоит вопрос того, как Штаты намерены себя проявить на деле, насколько будут эффективны шаги, которые Вашингтон, как он заявляет, намерен предпринять. По мнению грузинского политолога, по факту, американский трек переговоров начался в сентябре прошлого года. Тогда, по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Белом доме состоялась встреча помощника президента Азербайджана и секретаря Совета безопасности Армении. Обе стороны тогда назвали переговоры продуктивными. И вот там, в принципе, стороны достигли уже достаточно конкретной договоренности. Я думаю, что они достигли договоренности по поводу того, что мирный договор будет заключен до конца года. Потому что это озвучивалось, это не озвучивалось напрямую, но это озвучивалось неоднократно в намеках официальных лиц не только Армении и Азербайджана, но и Соединенных Штатов. Почему американцы не продолжили свои усилия? Почему американцы вот так взяли и оставили все на полбути и передали все европейскому формату? Пражская встреча. Я думаю, что тут тоже очень интересный момент. Американцы понимали, что вот этот процесс мирного договора, он может быть сорван. Так и получилось. Переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Брюсселе, запланированные на 7 декабря 2022 года, не состоялись по причине условия армянской стороны об обязательном участии в них президента Франции. Но с учетом провокационных заявлений Парижа в адрес Баку, Франция не могла участвовать в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Меньше чем через неделю после пражской встречи в октябре президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан. Далее последовали резолюции и документы Сената Франции, а также других структур, являющиеся абсолютно неприемлемыми и оскорбительными для Азербайджана. Уже сразу же после пражской встречи Макрон сделал все, чтобы сорвать это соглашение. Поэтому Шарль Мишель очень хочет. Но от их усилий Шарля Мишеля недостаточно. И вот у нас остается вот эта площадка в Тбилиси, где Грузия, конечно же, не посредник. Грузия в данном случае просто предоставляет площадку. Если в этой площадке, если эта площадка запущена по институту Соединенных Штатов и продолжение диалога с Аливаном Григорием Гаджием, я думаю, есть надежда. Грузию наилучшей платформой для переговоров в Азербайджане и Армении в очередной раз назвал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на полях Всемирного экономического форума в Давосе, подчеркнув, что Тбилиси является нейтральным и беспристрастным посредником в отношениях между Баку и Ереваном. Если три кавказские страны объединят усилия в сфере энергетики, транспорта, безопасности, стабильности и делимитации границ, то регион станет намного безопаснее. Однако, как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках дискуссии на этом же мероприятии, Ереван отверг такой трехсторонний формат. Тем самым в очередной раз продемонстрировав свою неготовность прийти к общему знаменателю подписать мирный договор с Азербайджаном. Ведь в конечном счете только Баку и Ереван могут решить все вопросы, стоящие на повестке без какого-либо участия посредников. И чем быстрее в Армении это поймут, тем быстрее наступит мир в регионе, отмечают эксперты. Субтитры создавал DimaTorzok